Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ольга Шукшина. Смотрите в этом выпуске. Глава Норильска отчитался о работе за год. Дмитрий Карасев отметил, что не намерен снижать темпы работы. В соцсетях и мессенджерах активизировались вербовщики и провокаторы. Полицейские предупреждают, такое общение крайне опасно. На улице Советской идет подготовка к ремонту коллектора. В домах, расположенных в этом районе, будут планово отключать электроэнергию. Испытания для всех. Репетиционные экзамены сдают выпускники и их родители. После трагедии, случившейся 22 марта в Москве, жители Норильска, как и многих других городов нашей страны, стали получать сообщения с призывами совершать преступления за деньги. Полицейские отмечают, особенно уязвимая категория в этом случае – молодежь и подростки, которые являются основной аудиторией соцсетей и мессенджеров. В МВД России предупредили – не следует вступать в переписку с провокаторами. О любых подозрительных предложениях нужно сообщать в правоохранительные органы. Соцсети позволяют провокаторам свободно собирать информацию и анализировать личные страницы, выбирая тех, кто демонстрирует активность, определенные политические, религиозные или иные взгляды, но не имеет четких личностных позиций, отмечают в МВД. В МВД правоохранители разработали ряд рекомендаций для родителей, которые помогут защитить детей от пагубного влияния вербовщиков. Прежде всего, ребенка нужно научить не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в соцсетях и сразу сообщать о них родителям или педагогам. Родителям также следует больше внимания уделять детям их поведению и интересам. Отметим также, что глава Норильска Дмитрий Карасев в своем телеграм-канале обратился к жителям города, попросил их быть бдительными и не дать втянуть себя в неприятные ситуации. Тема противодействия терроризму и экстремизму стала ключевой в отчете о деятельности местной полиции за прошедший год. На сессии Гурсовета доклад представил начальник Норильского отдела МВД России Олег Мусихин. Так, в прошлом году особое внимание полиции было уделено усилению мер безопасности в общественных местах города и также противодействию терроризму. За 2023 год поступило 22 сообщения об актах терроризма. Было эвакуировано более 6 тысяч человек из более чем сотни городских объектов. Возбуждено 22 уголовных дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Порядка трех тысяч нарушений зафиксировали в сфере миграционного законодательства. Возбуждено 52 уголовных дела по фактам организации незаконной миграции, либо фиктивной регистрации, либо постановки на учет иностранного гражданин по месту жительства, что выше на 3%, чем в зановичный период прошлого года. Отдельного внимания заслуживает и внутренняя миграция. Так, головной болью полиции Норильска по-прежнему остается контингент работников, которые работают на территории вахтовым методом. Так, в прошедшем году в отношении работников, прибывших на заработки вахтовым методом, возбуждено 55 уголовных дел, среди которых такие преступления, как убийства, мышечные причины тяжкого вреда здоровью, изнасилования, грабежи и вымогательства. Всего за 2023 год сотрудниками полиции было раскрыто и расследовано 1142 преступления. К уголовной ответственности привлечены 674 человека. Уровень преступности в Норильске ниже, чем средний по Красноярскому краю. На 10 тысяч человек приходится 116 преступлений. Кроме того, норильчане по-прежнему попадаются на удочку мошенников в сфере IT. Количество таких преступлений увеличилось на 30%. По статистике, чаще всего жертвами становятся трудоустроенные мужчины в возрасте от 39 до 42 лет. Надежда Балдакова, Никита Левенец. Итоги недели. Норильские полицейские провели плановый рейд по соблюдению требований миграционного законодательства среди рабочих на строительных объектах города. Проверяли транспортные средства, перевозившие рабочих на стройплощадки. В результате задержали и доставили в участок 28 иностранных граждан. После проверки по информационным и дактилоскопическим учетам, а также на причастность к совершению правонарушений и преступлений, оказалось, что пятеро рабочих нарушают правила пребывания в России. За это они заплатят штраф – 40 тысяч рублей. А еще шестеро задержанных незаконно въехали в страну и работали без российского гражданства. Эти нарушители будут депортированы из страны. Кроме вопросов безопасности в Норильске, на сессии горсовета депутаты рассмотрели целый ряд вопросов, касающихся всех сфер жизни города. Сессия началась не так, как обычно. В этот раз не кто-то отчитывался главе города, а градоначальник представил отчет о проделанной работе за прошлый год. 12 месяцев 2023 года действительно были знаковыми для Норильска. Город отметил свой юбилей. Аэропорт Аллыкель обрел статус международного. Начато строительство стелы «Город в трудовой доблести». Вовсю продолжается реализация комплексного плана социально-экономического развития, возведение нового жилого фонда и социальных объектов, ремонт коллекторного хозяйства и дорог, благоустройство территорий. Глава города Дмитрий Красев отметил, заданный темп снижать никто не намерен. Так, одна из приоритетных задач текущего года – обеспечение городской безопасности, в том числе через работу комплексной системы видеонаблюдения. В перспективе наполнить эту систему более трех тысяч видеопотоков. Тем самым мы сможем с вами контролировать и предупреждать, и профилактировать различные правонарушения на территории города Норильска. Сессия продолжилась в формате диалога. После доклада о прошлом депутаты обратились к главе с предложениями о настоящем. Предложение все-таки продумать в качестве такого пилотного проекта и предложение для всех закрытой благоустроенной площадки, которую действительно бы пользовались, наверное, горожанами. Мы прорабатываем сейчас и в части закрытых площадок, как это может быть, выглядеть, в каких местах это сделать. Поэтому не буду пока забегать вперед, но действительно вопрос имеет место быть, и мы его прорабатываем. Новая тема для обсуждения на сессии – инвестиционная деятельность администрации. Речь о том, чтобы урегулировать эти процессы. У нас должна сформирована быть специальная группа, у нас должен появиться уполномоченный по инвестициям в составе администрации города. Проговорены и установлены критерии оценки работы и главы города, администрации этой части, которой в последующем этими критериями будет определяться эффективность разработанных, предложенных и внедряемых инвестиционных проектов. На сессии утвердили и вопрос поощрения школьников-выпускников. Премию за успехи в учебе теперь будут получать не только золотые медалисты, но и те, у кого медаль серебряная. Серебряным медалистам будут выплачивать премию в размере 7 тысяч рублей. Вторая степень – это обучающие, имеющие отметки отличные, не более двух отметок хорошо. По всем предметам, издавших ЕГЭ по русскому языку второй любой предмет, не менее 60 баллов. Премия в размере 7 тысяч рублей. Также в собственность муниципалитета из краевой собственности передадут земельный участок в районе Богдана Хмельницкого, 20. Процедура передачи позволит благоустроить территорию за счет средств городской казны. В этом вопросе депутаты выразили единодушное согласие. Надежда Балдакова, Никита Левенец. Итоги недели. На улице Советской идет подготовка к ремонту коллектора. В домах, расположенных в этом районе, планово будут отключать электроэнергию. Как долго продлится ремонт, выяснила Анастасия Орлова. Сейчас рабочие готовятся к ремонту коллектора на перекрестке Советской и Богдана Хмельницкого. Подземелья с коммуникациями расчищают, выносят неработающие кабели, отслужившие свое металлоконструкции. Все материалы на замену уже завезли в город, так что задержек в ремонте не будет. Сейчас их, как говорят, затаривают в коллектор. Все эти работы необходимы для того, чтобы в будущем обеспечить жителей близ стоящих домов без перебойной электроподачей. Но во время ремонта перебои с электричеством придется перетерпеть. Для удобства населения данные работы будут выполняться максимально планово. Жители будут информироваться о проведении данных работ в соответствии с действующим законодательством. Вся информация будет размещаться и в виде объявлений, и в социальных сетях, и на официальном сайте предприятия МУККОС. Всего в течение трех лет по программе реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности помимо коллекторного хозяйства заменят подводящие кабельные линии к 20-ти трансформаторным подстанциям. Заменят более 30 километров кабеля. В ремонтах задействованы все подрядные организации, отвечающие за электроэнергию Норильска. Начали с сердца города. Это пересечение Московской, Советской, Ленинского и Кирова. Здесь наибольшее количество кабельных ниток, различных линий связи, что накладывает значительные трудности. Стесненное помещение и большой объем перекладки продукции. Поэтому привлечена, скажем так, одна из самых опытных подрядных организаций в нашем городе. Мы считаем, что все будет выполнено с требуемым качеством в нужные сроки. Завершить конкретно этот коллектор планируют к сентябрю текущего года. Сама программа рассчитана до 2025 года включительно. На все потратят около 300 миллионов рублей. Следующее коллекторное хозяйство в списке на ремонт на Ленинском от арены до 24 дома. Анастасия Орлова, Екатерина Алексеева, Евгений Журнов. Итоги недели. В Норильске начался сезон вывоза скопившегося снега. Теперь дворы не просто расчищают от заносов после метели или снегопада, а счищают утоптанный снег до самого асфальта. Весной управляющие компании города приступают к новому этапу уборки дворовых территорий. Если всю зиму они просто расчищали дороги и тротуары, чтобы пешеходы и машины могли свободно передвигаться, то сейчас снег убирают подчистую, срезая его до асфальта. На этих работах в городе трудится 58 единиц снегоуборочной техники. Сначала накопленную и плотно утрамбованную снежную массу вскрывают, затем собирают и после вывозят со двора. Убирать раздробленный снежный наст по закону должны не позднее, чем через 10 дней после того, как его срезали. Эти работы будут вестись в городе еще два месяца. Уборки территорий от снега по-прежнему мешают машины, стоящие во дворах. Так называемые подснежники, если владелец не установлен, вывозят на свалки. А транспорт, оставленный, но по документам не брошенный хозяином во время расчистки дворов, традиционно для Норильска обрезают и оставляют стоять на снежных пьедесталах. На данный момент из Норильска Толнаха и Каиркана вывезли почти половину всего снега, выпавшего и утрамбовавшегося за зиму. Наша задача, мы контролируем, чтобы управляющие компании в полном объеме выполнили свои договорные обязательства. Управлением городского хозяйства ведется контроль такой. Два раза в неделю специалисты выезжают на территорию, отсматривают, фиксируют и отрабатывают с управляющими компаниями. На данный момент пока, назовем так, отстающих нет. Все идут в рамках графиков. Да, есть где-то территории, куда еще управляющие компании, скажем так, срезку сделали, но еще не зашли с вывозом. Но мы эти территории держим на контроле, они обязательно туда зайдут. На ТЭЦ-2 ремонтируют два котла – водогрейный и энергетический. Именно эти агрегаты обеспечивают теплом и светом жители Толнаха и близлежащие предприятия Норникеля. Наша съемочная группа отправилась на предприятие, чтобы увидеть, как выполняют такие работы. На ваших экранах уникальные кадры. Это водяной экономайзер – часть энергетического котла на ТЭЦ-2. Когда котел работает, по трубам экономайзера идет вода. Протяженность железных артерий – 22 километра. Все пространство вокруг труб заполняют горящим газом. Жидкость нагревается и превращается в пар, который в дальнейшем поступает на турбогенератор, где происходит выработка электроэнергии. Сам котел огромен, размером с девятиэтажный дом. Ему уже почти полвека. В прошлый раз замена его конвективной части была в 2013 году. Сейчас тут заменят каждую трубу. На сегодняшний день происходит подготовительная работа. Это установка лесов, снятие изоляции, обшивы котла-агрегата. Подготовка к демонтажным работам. Энергоснабжение города Норильска, район Толнах и предприятия ЗФЗФ дублируется другими котло-агрегатами, которые в данный момент находятся в работе. Последующий их ремонт запланирован после окончания. Параллельно на ТЭЦ-2 ремонтируют один из двух водогрейных котлов. От него по трубам в квартиры Толнаха поступает тепло и горячая вода. На этом объекте также устанавливают леса и снимают изоляцию. В этом году полностью заменят все поверхности нагрева котло-агрегата и отремонтируют вспомогательное оборудование. Следующим этапом будет непосредственно подготовка к монтажу. Это входной контроль, который мы дополнительно сейчас производим входящего оборудования. И уже его монтаж непосредственно на месте. То есть демонтажная работа всегда отнимает чуть меньше времени, чем монтажная. Материалы и оборудование для ремонта котлов привезены ещё в прошлом году в навигацию. Эти работы по графику должны завершить в текущем году. После на ремонты по очереди поставят ещё шесть энергетических котлов и один водогрейный. Екатерина Алексеева, Николай Букало. Итоги недели. В контрольно-аналитическом управлении заполярного филиала Норникеля проходит замена устаревших лабораторных агрегатов на новые. Почему это важно для всех норильчан, расскажет наш корреспондент. В лабораторных помещениях кипит работа. Контрольно-аналитическое управление ведёт в Норильске беспрерывный мониторинг окружающей среды, воды, воздуха, почвы, а также занимается анализом состава продуктов горно-обогатительного и металлургического производства заполярного филиала Норникеля. Среди множества пробирок, наполненных различными химическими растворами, особенно важна безопасность, а также точность и скорость получения результатов количественного химического анализа. В контрольно-аналитическом управлении определяют концентрацию примесей в пробах, к примеру, геологических объектов. Новое оборудование поспособствует улучшению точностных характеристик и количественного химического анализа. Сейчас в испытательном аналитическом центре балансовых продуктов и геологических объектов контрольно-аналитического управления проходит масштабное переоснащение современным оборудованием. Уже обновили вытяжные химические шкафы, лабораторные столы и тумбы, шкафы для хранения посуды и реактивов, муфельные печи. Новая лабораторная мебель устойчива к воздействию агрессивных химических составов. Причем все оборудование отечественное, сделано в Санкт-Петербурге. У нас происходит обновление мебели в аналитических комнатах. В этом году запланировано переоборудовать 11 аналитических комнат. В прошлом году было переоборудовано 5 аналитических комнат. Эта закупка произошла российской отечественной мебели. Всего в контрольно-аналитическом управлении установят более 200 единиц нового оборудования. Помимо этого в здании в ближайшее время закончат замену всех коммуникаций и завершат косметический ремонт. Масштабная модернизация повысит производительность управления и выведет на новый уровень безопасность работы персонала. Сотрудники контрольно-аналитического управления отмечают, что особенно приятно получить новое лабораторное оборудование в преддверии 85-летнего юбилея предприятия. Напомним, контрольно-аналитическое управление ведет отчет своей работы с 8 мая 1939 года. Дарья Каменских, Александр Вори. Итоги недели. В понедельник, 1 апреля в Красноярском крае стартует кампания по записи детей в первый класс. В Норильске заявления уже принимают. Многие родители будущих первоклассников оформляют документы дистанционно через портал госуслуги. Мест за школьной партой хватит всем, уверяют в Министерстве образования края. До 30 июня заявления принимают от семей, которые проживают на закрепленной за школой территории. И тех, кто хочет попасть в ту же школу, где учатся братья или сестры первоклассника. С 6 июля заявления могут подать те, кто хочет попасть в определенную школу и не живет на ее территории. Заявление можно подать лично или с помощью портала госуслуги. По предварительным данным, в этом году в Красноярском крае будет почти 42 тысячи первоклассников. Норильские школьники готовятся к сдаче экзаменов. Ученики девятых классов сдали пробный общегосударственный экзамен по математике. В репетиционном испытании приняли участие 2300 учащихся. Пробный экзамен проводится с учетом всех требований и правил, установленных для основного экзамена. Продолжительность работы 4 часа, не считая времени на заполнение регистрационной части задания. Репетиция нужна, чтобы психологически подготовить учащихся к ОГЭ, выявить возможные сложности и проблемы в организации экзамена и устранить их перед проведением государственной итоговой аттестации. Как правило, результаты репетиционной экзаменационной работы ниже и дают возможность ребятам подготовиться вместе с учителями, которые обращают внимание на те ошибки, которые у ребят, на те пробелы, возможно, в знаниях, которые существуют, дают возможность в течение нескольких месяцев подготовиться к экзаменационной работе. 26 марта репетиционный экзамен по профильной и базовой математике пройдет также для 11-ти классников. В рамках всероссийской акции «Сдаем ЕГЭ вместе» у родителей и выпускников есть возможность самим попробовать пройти испытания, которые предстоят их детям в конце учебного года. Два десятка мам и пап решили попробовать свои силы и сдать демо-версию единого госэкзамена. Площадкой стала 28-я школа. Ход основной части мероприятия был максимально приближен к реальной процедуре проведения единого госэкзамена. Родители смогли на себе испытать все этапы проведения экзаменации. Проход в пункт проведения экзамена, регистрацию участников ЕГЭ, рассадку по местам в аудиториях, инструктаж и печать контрольно-измерительных материалов в аудитории. Демонстрационный экзамен представлен в виде упрощенного варианта традиционного ЕГЭ. В этот раз родители писали экзамен по истории. Это сокращенный вариант. Контрольно-измерительные материалы присланы нам из Министерства образования Красноярского края. Поэтому во всем Красноярском крае родители сдают экзамены по упрощенной версии. Будут выданы ответы. И у семьи будет возможность посмотреть задание и проанализировать ответ. В Норильске акция «Сдаем ЕГЭ вместе» проходит в седьмой раз. Площадкой в этом году стала 28-я школа, в которой в прошлом году мамы и папы сдавали демонстрационный экзамен по русскому языку. На несколько часов поменяться местами с детьми и пройти всю процедуру экзаменации рискнули два десятка норильчан. Студенты Заполярного госуниверситета побывали в лабораториях контрольно-аналитического управления заполярного филиала Норникеля, расположенного на площадке Надеждинского металлургического завода. Там измеряют содержание элементов в балансовых продуктах и анализируют готовую продукцию на содержание примесей. Студентам рассказали о работе лабораторий, оборудовании, а также возможности в будущем присоединиться к команде специалистов управления. Как заинтересовать молодежь? Показать им что-то зрелищное. В печи 1200 градусов. В глазах студентов, наблюдающих за процессом, огонь заинтересованности. Ребятам демонстрируют проведение анализа геологических проб. Это никелевая пуговка, вернее штейн, продукт, образующийся при плавке сульфидно-медно-никелевой руды, в котором сколлектированы все драгоценные металлы. В анализ идут только драгоценные металлы, которые сосредоточены в этом никелевом штейне, а пустая порода становится шлаком. Смену таких пуговиц можно получить около 80. Для студентов ЗГУ регулярно организуются экскурсии на предприятия Норникеля, деятельность которых непосредственно связана с основными направлениями профессиональной подготовки вуза – добычей, обогащением и металлургии. Такие экскурсии – уникальная возможность познакомиться с компанией изнутри и выбрать работу мечты. Образовательный результат – это всегда игра в долгую. Те усилия, которые предпринимаются компанией проекта «Проф. Навигатор» и другими профориентационными проектами, они, безусловно, влияют на принятие решений. Еще одна локация профориентационной экскурсии – лаборатория инструментальных методов анализа. Сюда проба попадает в виде раствора. Из колбы ее переливают в пробирку. Далее через трубочку, напоминающую медицинскую капельницу, проба попадает в плазму – спектрометра. Там происходит ионизация и считывание интенсивности излучения пробы. А уже в специальной программе лаборант совершает аналитику полученных данных. Все это завораживает и вовлекает в будущую профессию. Так как я проходила практику на Тофе, некоторые слова мне известные. То есть посмотреть на медную стружку, посмотреть на тигели, где потом появляется вот такая монетка металла. Я старалась запечатлеть себе на камеру все самые интересные моменты, все колбочки. Мы шутили с одногруппниками, что это тархун, фанта, колокольчик. То есть было достаточно смешно и то, что нам рассказывали, было интересно. За учебный год рудники, обогатительные фабрики, заводы и иные предприятия Норникеля в формате экскурсий посещают около тысячи школьников, студентов и педагогов. Экскурсии проходят периодически, наверное, где-то раз в три месяца. Экскурсия длится от трех до четырех часов в зависимости от возраста экскурсируемых. Мы показываем здание испытательного антического центра балансовых продуктов и геологических объектов, который находится на территории Надежинского металлургического завода. Под эгидой корпоративного проекта в ближайшее время для студентов пройдет еще две экскурсии. В одном из цехов Надежинского металлургического завода и на предприятии технологического железнодорожного транспорта. Дарья Каменских, Александр Вори. Итоги недели. В Центре социального обслуживания населения Норильский для пожилых горожан разработан курс тренировок под названием «Умный фитнес». На таких занятиях пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья под руководством опытного инструктора могут укрепить мышечный корсет, улучшить самочувствие. Занятия проводятся бесплатно. Вместе заниматься и веселей, и продуктивней. Супруги Ольга и Юрий Гуляевы ходят на занятия по умному фитнесу уже не первый год. Ольга делится. До занятий замучил остеохондроз. Спина очень болела. Сначала тренировки помогли улучшить самочувствие, а потом стало понятно – они еще и в тонусе держат и закрывают потребность в общении. Начала исправлять. Его не исправишь, но как бы оздоровишься. Уже не болит. А так, если не занимаюсь, начинает болеть. Поэтому результат хороший. Рядышком любимый муж поддерживает стремление жены заниматься умным фитнесом. Здесь он как в малине. Вокруг одни дамы. Хожу конкретно поправлять свое здоровье. Выравнивать его. Вот так. А у нас еще есть хороший тренер. Юля. Юля. Мы ее любим. Курс реабилитации «Умный фитнес» разработан для людей пенсионного возраста. Он потому и умный, что адаптирован под уважаемый возраст. Занятия включают в себя силовые упражнения, прорабатывающие мышцы, растяжку, кардио. Специалисты говорят, что занимаясь умным фитнесом регулярно, не менее двух раз в неделю, можно предупредить заболевания суставов и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Силовая нагрузка им очень важна и нужна в пожилом возрасте. Особенно, когда гололед, на координацию, на баланс, чтобы у них было все подтянуто, чтобы они могли вовремя скоординироваться, не упасть, не сломать себе что-нибудь. И это действует на занятиях, помогает им. Теперь сразу две ножки. А вот как занимается Александр Воликов. На вид этому мужчине максимум 70, а на деле 91. На занятия лечебной физкультурой он ходит вместе с дочерью Татьяной. Она преподаватель йоги. Спорт – неотъемлемая часть жизни семьи Воликовых. Надо тренироваться каждое утро. Встал, в контельки раз, гирочки раз, гирочки. Одной рукой, второй вымешь. Помимо занятий по физической культуре для людей передпенсионного и пенсионного возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен целый комплекс бесплатных занятий. Это и массаж, консультации психолога, творческие мастер-классы, совместные походы в театр и кино, комната для развития мелкой моторики, компьютерный класс. Получатели услуг центра не только оздоравливаются и улучшают свое психоэмоциональное состояние, но и социализируются. В октябре месяце мы принимали участие в краевом фестивале адаптивного спорта. Это люди с ограниченными возможностями, где наша команда заняла второе место. И в феврале месяце мы участвовали в каменной битве. Это соревнование по керлингу, где мы заняли первое место. Центр социального обслуживания населения Норильский – это комплексное учреждение для людей в трудной жизненной ситуации. Чтобы получить социально-бытовые, медицинские, психологические и другие услуги, необходимо связаться со специалистами по телефону, которые сейчас на экране. Надежда Балдакова, Николай Букало. Итоги недели. Свыше 350 юных норильчан вошли в ряды Всероссийского движения «Юна армия». На днях к ним присоединились еще 37 ребят. Их торжественно посвятили в «Юна армейцы» в молодежном центре Центрального района. В Норильске посвящение в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юна армия» проходит регулярно. Школа подает списки с данными ребят, которые хотят стать юноармейцами, после чего организовывается церемония посвящения. Мы живем сегодня в очень непростое время. Я знаю, что вы смотрите новости, вы понимаете, что происходит в мире. И будущее нашей страны, оно зависит от каждого из нас с вами. Оно зависит от людей, которые любят свою страну. От людей патриотичных. От людей, которые всегда готовы защитить нашу Родину. Которые всегда готовы ей помочь и которые готовы жить и работать в ее благо. Как отмечают организаторы, это серьезное мероприятие со строгим регламентом. Церемония начинается с выхода знаменной группы с флагами Российской Федерации и движения «Юна армия». Затем все собравшиеся поют гимн России. После школьники дают торжественную клятву юноармейца. Посвящение для самого новоиспеченного юноармейца значит очень многое. То есть, вступая в ряды юноармии, он становится более дисциплинированным, ответственным. У него есть уже какие-то обязанности. То есть, даже в клятве говорится, что он должен участвовать в спортивных мероприятиях, завоевывать награды, быть лучшим из лучших, чтить и уважать взрослых, старших. То есть, юноармеец, посвященный юноармеец, это пример всему, всей нашей молодежи, всему нашему народу и стране. Важной частью посвящения является вручение берета. Берет надевают на юноармейцев, когда они в строю. Этот момент считают самым трогательным и памятным во всей церемонии. Надежда Балдакова, Николай Букало. Итоги недели. В стенах учебного центра ФАБЛАП прошли соревнования по робосумо. На татами вышли железные сумоисты. Казалось бы, нужно всего лишь вытолкнуть соперника за линию, но так ли это просто? Основы робосумо постигала наш корреспондент. Юные конструкторы и любители роботов собрались на традиционном турнире по робосумо. Участники полны энтузиазма. Начались соревнования с битвой роботов, которых смастерили младшие участники – ребята с первых по третьей классы. Они занимаются робототехникой больше года. Роботов уже собирают довольно быстро. Эта команда потерпела поражение, но говорят, это не последняя их битва. Сначала мы первый день пришли, вместе собрали робота. Потом у Василиса ходила пару дней, там робота усовершенствовала программу. Конечно, хотелось бы первое место, но ладно. Веселое. Да. Участники постарше – ребята из команды сильные сумоисты. Говорят, главное – добиться, чтобы робот хорошо двигался. И добиться этого непросто. Прежде всего установите датчик цвета, чтобы он мог передвигаться. Потому что часто были проблемы, и очень сложно было правильно подобрать нужную схему для установки. Правила робо-сумо просты. Задача каждого – вытолкнуть соперника за черную линию на татами. Управляет сражением человек, но все же в устройство заранее вшиты соответствующие боевые программы. Двух одинаковых роботов нет, а вот количество деталей у всех равное. 55 участников заявлено, 34 команды должны быть представлены. Возраст участников – у нас три категории заявлено. 7-9 лет, 10-12 и 13-16 лет. Количество деталей мы сейчас собираем базовые. Только у нас представлены роботы из базовых наборов, чтобы у всех ребят были одинаковые условия. Мы это заявили в положении. Там количество – 120 деталей. В упорной и шумной борьбе победителями среди участников категории 7-9 лет стала команда «Робот-Вихрь-31». Среди ребят в возрасте 10-12 лет победила команда «Русские бобры». Категории 13-16 лет победу одержала команда «Лидер». Дарья Каменских, Николай Букало. Итоги недели. На льду Дворца спорта «Арктика» прошло первенство города по фигурному катанию. В нем приняли участие 40 юных фигуристов из Норильска и Дудинки. Боролись за почетное место в сборной, которое будет представлять Норильск на краевых соревнованиях. Раскатка скрежет льда и сияние костюмов. И вот он – прыжок. Прыжок в произвольной программе Дианы Чулановой смотрится эффектно. Девушка на коньках с 3,5 лет. Сейчас ей 14. Она уже кандидат в мастера спорта. У такого звания своя цена. Два перелома правой руки и жесткий график. Две тренировки ежедневно. Но, несмотря на все, Диана каждый раз перебарывает себя и выходит блистать на лед. На первенстве девушку поддерживают родители. Мама снимает выступление дочери на телефон. Все позади. Программа выполнена. Теперь можно дать волю эмоциям в Kiss and Cry. Это зона для поцелуев и слез на катке, где фигуристы ждут объявления своих оценок после выступлений. Молодец, все хорошо. Едва выдохнув после проката, Диана уже думает, над чем стоит поработать, чтобы одержать победу на следующих соревнованиях. Поработать над каскадом флип Оллер Сальфов. Это не самый мой любимый прыжок. Я стараюсь над ним. Иногда получается. Но сегодня не удался. Но это не повод расстраиваться. Я, в принципе, довольна своими прокатами. Что вчера, что сегодня. И на лед я выхожу ради себя. То есть я катаюсь в свое удовольствие. Чтобы забрать золото в фигурном катании, по результатам выступлений нужно набрать больше 100 баллов. У каждого элемента на льду своя цена. Самые дорогие и зрелищные – тройные прыжки. Но, как говорят сами фигуристы, их главная задача – откатать чисто. Это особенно трудно сделать в произвольной программе, которая, несмотря на название, включает 11 обязательных элементов. У них обязательно должны быть два тройных прыжка. То есть помимо двойных, они еще должны показывать тройные прыжки. Это обязательное требование к кандидатам с распорта. Ну и вращение, конечно, у нас есть уровни. Начиная с самых маленьких – это базовые, с самых высоких – четвертые. Чем больше они накрутили, чем больше позиций показали, тем выше уровень получили. За звание лучших в городском первенстве выступили 40 спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет. Главный приз этих соревнований – место в сборной команде Норильска, которая представит город на соревнованиях в Красноярске в середине апреля. Надежда Балдакова, Александр Вори. Итоги недели. Детская школа искусств выступила с отчетным концертом в Талнахском культурно-досуговом центре. Несколько часов коллективные и сольные номера на сцене сменяли друг друга. Зрители слушали классику, умилялись хору малышей, приплясывали под русские народные мотивы и смеялись над театрализованными выступлениями. Наша съемочная группа побывала на большом творческом празднике. Свобода и танго со сцены концертного зала в Талнахе звучит одно из самых известных произведений Астра Пьяцолы. Разве мог композитор подумать в далеком 1974 году, создавая либертанго в Милане, что спустя 50 лет ее будут исполнять на крайнем севере России, да еще и с таким мастерством. Отчетный концерт Талнахской детской школы искусств проходит именно для того, чтобы продемонстрировать умения воспитанников. В зале самые любящие, но строгие зрители – родители. Перед ними нельзя фальшивить или ошибаться. Это важно как для самих исполнителей, так и для педагогов. Труднее всего на сцене тем, кто выступает впервые в жизни. «Я очень переживала, мы готовились год», – говорит Дарья Галушкина. Она занимается в хореографическом коллективе «Феникс» – Талнахской детской школы искусств. Даши нравятся русские народные танцы и на отчетнике. Вместе с коллективом она танцует яркую пульку. Я занимаюсь уже год. Мы изучаем очень много танцев. Я обычно выступаю только в фольке. Гораздо увереннее на сцене держатся ребята постарше. Тем более, когда рядом наставник. Шестым номером программы идет дуэт на флейте. Это было произведение Баха. Я уже несколько раз участвовала с этим произведением на различных конкурсах. Тоже занимала места. И поэтому для меня было легко выступить с этим произведением еще раз. То есть, как бы закрепив успех. И все же сцена – это выход из зоны комфорта даже для самых взрослых воспитанников школы. Анастасия Сергеенко говорит, слова роли выучила быстро. Но все же трудности были. Волновалась до дрожи, когда играла балду в театральной постановке по Пушкину. Я все-таки девочка, и играть мужчину было в некоторых моментах сложно. В Толнахской детской школе искусств 11 отделений различных образовательных направлений. Музыкальное, художественное, театральное, хореографическое. Большие отчетные концерты с участием лучших учеников и педагогов школа дает два раза в год. Как говорят и исполнители, и зрители, отчетник – это самое важное и ответственное мероприятие за весь минувший год. И одновременно это творческий праздник, от которого все получают удовольствие. Надежда Балдакова, Виктория Комиссарова и Николай Букало. Итоги недели. Хоккейный клуб «Норильск» провел мастер-класс для воспитанников Норильского детского дома. Подростки встретились на льду с профессиональными хоккеистами Всероссийской хоккейной лиги. И даже сумели забить голы в ворота профессионального голкипера. Коньки получили, шлемы надели, пора выходить на лед. Сегодня тренировку для норильских подростков проводят профессиональные хоккеисты команды «Норильск». Мастер-класс организовали так, чтобы даже те, кто впервые встал на коньки, смогли почувствовать себя частью настоящей хоккейной команды. Вместе разминались, вместе разрабатывали стратегию игры, вместе нападали на ворота соперников и вместе радовались, когда забивали. Парни из Всероссийской хоккейной лиги с удовольствием учат детей кататься, ставить удар и метко посылать шайбу. Каждая из команды со всей ответственностью отнесся к этой тренировке. Вратарь Глеб Цупренко ради воспитанников детского дома даже вышел на лед в свой день рождения. Я думаю, всегда приятно, когда людям уделяют внимание и питаются какой-то энергией, радость. Они, наверное, первый раз видят хоккеистов, и от этого у них еще больше волнения. А у нас больше волнения в том, что мы видим детей, которым не все равно. По общему мнению, первая дружеская встреча будущих и профессиональных хоккеистов прошла отлично. Дальше больше. В планах у команды провести серию мастер-классов для детей из спортивных школ Норильска и Дудинки. Финалом этого вовлекающего в спорт проекта станет матч с болельщиками клуба. Виктория Комиссарова, Екатерина Алексеева, Александр Вуори. Итоги недели. Больше месяца назад Норильск ТВ запустил проект «Дай лапу». Это цикл передач, в которых наши корреспонденты знакомят зрителей с постояльцами приютов для животных, кошками и собаками, ждущими, когда их заберут добрые и ответственные хозяева. В эфир вышло семь серий и уже есть результат. Несколько хвостов нашли себе дом. Знакомьтесь, это Ася. У нее есть имя и теперь у нее есть любящий хозяин. Недавно мы снимали наш выпуск «Дай лапу» про 14 щенков, которых нашли на одной из промзон жилом образовании АГНР. Теперь двое из них обрели свой дом. Оба щенка – девочки. Две сестрички составили компанию Вероники Межуевой. Девушка давно мечтала о собаке, но, увидев щенков нашей Марты, о которой мы рассказывали на прошлой неделе в «Дай лапу», не смогла удержаться и взяла сразу двух щенков. Напомним, Марта – мама семерых месячных малышей. Она скончалась после выпуска об их спасении. Мечта детства – взять щеночка маленького. Пока не было возможности, мы, получается, когда появилась возможность, начали искать приюты, питомники. Просто даже вот так покажешь, невозможно оторваться. Еще одна счастливая хозяйка – Марина Редькина. Но ее четвероногий друг – кошка. Эмоции Марины говорят сами за себя. У меня просто тоже серая кошечка. Она очень-очень похожа на нее. И вы, получается, вторую домой взяли. Подружку. Они все маленькие, бедные. Хочется всех забрать. Все животные в приюте привиты, обработаны от паразитов и постоянно находятся под наблюдением специалистов. Кто-то из подопечных бытовика подойдет в семью с детьми. Кто-то для активных норильчан, любящих пешие прогулки и отдых на природе. Каждую среду в проекте «Дай лапу» мы рассказываем о бездомных животных, которые ждут, когда их заберут в семью. Возможно, в следующей серии с телеэкрана вы увидите своего будущего четвероногого друга. Дарья Каменских, Александр Вори. Итоги недели.